К новостям спорта. Накануне во дворце Спорта АК состоялся традиционный 10-й открытый турнир по самбо среди юношей 2007-2009 годов рождения в памяти кавалера Ордена Мужества Михаила Некрасова. Силу и ловкость продемонстрировали более 100 спортсменов из Владимирской, Нижегородской и Ивановской областей. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Соревнования по самбо проводятся по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий и спорткомитета округа Муром. Ежегодный турнир посвящен подвигу кавалера Ордена Мужества, майора внутренних войск Михаила Некрасова. Его жизнь прервалась при исполнении служебного долга 25 апреля 2000 года в Шатойском районе Чечни. Колонна внутренних войск попала в окружение боевиков. Майор Некрасов, оценив обстановку, запросил помощь для своих бойцов, а сам вызвал огонь на себя. Он, как и все, в том числе и как и вы, когда-то учился здесь, в нашем городе, воспитывался в прекрасной, замечательной семье. Учился замечательно, сочетал занятия спортом, поступив в Саратовское военное училище, стал офицером российской армии. Сложно был период для страны. Но настоящий офицер российской армии, таков, как был Михаил Некрасов, иначе поступить не мог. Этот турнир – лишь малая толика того, что мы можем сделать знак уважения памяти мурманского героя. А его подвиг – яркий пример для молодого поколения, которое должно знать настоящих патриотов своей Родины. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы даже помним о тех, кто отдал свои жизни, защищая интересы нашего государства, нашего Отечества. Сегодня не будет здесь побежденных. Вы плены победителей. Вам держать знамя победы в будущем. Поэтому вы не зря избрали такой вид спорта, как самбо. Это борьба. Борьба за свое будущее, борьба за свою семью, борьба и отстаивание интересов нашего государства. Отдельным событием в торжественной части церемонии открытия турнира стало честование лучших спортсменов и присвоение им звания мастера спорта. В числе награжденных, к примеру, оказались уже прославленные муромские самбистки Ксения Самарина и Анастасия Коноплева, которых тренируют Евгения и Ольга Ларина. К слову, Анастасия отобралась на первенство мира. Самбо в Муроме давно уже больше, чем просто спортивное зрелище. По мнению ветеранов спорта, такие турниры имеют важное воспитательное значение. Девочка у вас отобралась на чемпионат мира. Я думаю, что при ее хорошем желании, отношении, работе спортивной, нашей, какая есть, я думаю, что рано или поздно будут хорошие результаты. После завершения церемонии открытия начались соревнования. Участники турнира встретились на ковре со своими противниками. Борьба проходила динамично. Юные самбисты в эмоциональных бескомпромиссных поединках доказывали судьям и зрителям свою силу и мастерство. Я в партнере люблю бороться. Вначале сделал стригу ног, удержание, а потом плечи с колен. Я саму с детства, прям в слово у меня самбо было, и мне папа отдал самбо. Главной задачей, которую ставят тренеры перед своими воспитанниками, является получение бесценного опыта на подобного рода турнирах. Целью прям такой победить не ставим. Здесь идет становление детей, обучение, приобретение опыта. Ну, конечно, вместе с этим хотелось бы, чтобы побеждали дети, какая-то эмоциональная составляющая. Ну, а так это больше обучение, процесс обучения в такой стрессовой ситуации, соревнования всегда стресс. То есть тренировки тренировками, и как контрольная работа, проверяем, чему научились в своем городе, в своей секции, проверяем в борьбе с другими ребятами из других городов. По итогам соревновательного дня в общекомандном зачете третье место заняла команда из города Шуя. Второе место – ВИКСа. Победителями же названы борцы из Владимира. Вадим Уколов, Александр Симонов. Наши новости.